Доктор Скачко Здравствуйте! Вы на канале Школа доктора Скачко. А я доктор Скачко. Врач, фитотерапевт, диетолог. Сегодня решил написать видео на мой взгляд на очень важную тему. А именно! Как же правильно дышать во время ходьбы? Если вам эта тема кажется пустяковой, то скорее всего ваш уровень здоровья относительно велик. И вы считаете, что так будет продолжаться бесконечно. Но! Наберите в интернете продолжительность жизни человека. И вы увидите, что она достаточно скромна. Можете перепроверить информацию. Зайдите на ближайшее кладбище. Посмотрите разницу между датами рождения и смерти. Она тоже относительно невелика. И один из очень важных элементов в этой системе сокращений жизни. Это не знание, как правильно дышать. Потому, как через дыхание вы получаете основное количество кислорода. Альтернативный путь через кожу. Но для этого нужно снизить скорость обмена веществ примерно в 100 раз. Тогда вам хватит того кислорода, который вы можете получить через кожу. В иных случаях вы должны знать, как правильно дышать. В зависимости от вашего возраста. от вашего пола. От экологии, которая вас окружает. От образа жизни, который вы ведете. И видов правильного дыхания десятки в состоянии покоя. Когда вы выходите из состояния покоя, неправильное дыхание начинает еще в большей мере вам вредить, если вы не знали, как правильно дышать в покое. Поэтому смотрите видео дальше. Я думаю, что полезная информация, которая вам пригодится в перемещении, скажем, из транспорта на работу, от работы к магазину, к супермаркету. От супермаркета домой вы все равно же ходите. Если вы неправильно дышите, вы свой уровень здоровья постепенно уменьшаете. А правильное дыхание позволит вам, во-первых, сохранить уровень здоровья. А во-вторых, вы еще можете отрегулировать работу своего организма. Вегетативной нервной системы. Вегетосуистая дистония. Нередкость. Различные язвенные заболевания желудка, двенадцатиперстной кишки также часто встречаются. Множество проблем, связанных с дисфункцией вегетативной нервной системы, которая не успевает за вашим образом жизни. Ведь вегетатика должна все новости, все события, которые вы своему организму решили преподнести, должна обеспечить их на метаболическом уровне, то есть на уровне клеток. Если вегетатика это делает, прекрасно. Если не успевает, вы можете стать метеозависимым, либо метеочувствительным. И тех, и тех, примерно по 30%. Остальные, да, они еще относительно здоровы и могут себе позволить более активно шалить в окружающей среде. Но шалить со своим здоровьем нужно правильно. Чтобы здоровье не утекало, как вода сквозь пальцы, а как минимум сохранялось. Поэтому смотрите видео. Дальше вы узнаете, как же правильно дышать при ходьбе. Чтобы у вас получилось правильное дыхание во время ходьбы, нужно учитывать несколько очень важных моментов. Момент первый. Вдох. Вдох вы делаете всегда через нос. В этом случае верхних дыхательных путях ваш дыхаемый воздух лучше очищается от микроорганизмов, вирусов, спор, пыльцы, пыли, гари, копоти и некоторых газообразных веществ. А также одновременно согревается и увлажняется. И в лучшем виде попадает в альвеолы. Где необходимый, а во время движения в большей степени необходимый, чем в состоянии покоя, кислород всасывается в кровь и разносится по организму. В том числе или в первую очередь к работающим мышцам. Нейтральный газ азот просто присутствует сам по себе. и в газообразном состоянии могут находиться и другие газы уникального состава. Потому как воздух каждой точки планеты Земля уникален. И состав газов, которые находятся в нем он также уникален. Чаще всего эти газы могут быть не самые благоприятные для здоровья. И часть из них осядет в верхних дыхательных путях и со слизью потом может быть удалена из вашего организма. если вы дышите вдох делаете через нос первый важный элемент вы выполняете правильно. И очень важно знать второй элемент, а именно выдох о котором вы узнаете прямо сейчас. правильный выдох второй важный элемент в системе как правильно дышать во время ходьбы. Если вы выбрали для ходьбы условия с температурой воздуха от плюс 18 до плюс 24 градусов по Цельсию влажность воздуха 70-80 процентов у вас есть выбор. Вы можете правильно делать выдох либо через нос, либо через рот. Но! В случае если вас окружают менее комфортные условия а именно температура воздуха ниже чем плюс 18 либо выше 24 градусов влажность ниже 70 процентов ну если 69 это не существенно но чем более сухой воздух для дыхания у вас выбора уже нет! Лучше делать выдох через рот! Более того! Выдох лучше делать в этом случае не через открытый рот а через плотно сомкнутые губы! Это будет правильный выдох! А вот какой третий элемент в системе правильного дыхания во время ходьбы вы узнаете прямо сейчас! Глубина дыхания третий очень важный элемент в системе как правильно дышать во время ходьбы она должна быть глубина вдоха должна быть максимально возможной для вас! Иными словами в начале на вдохе вы расслабляете мышцы брюшного пресса и максимально низко опускается диафрамма заполняете нижние отделы легких далее вы расширяете грудную клетку немножко приподнимаете плечи и дозаполняете максимально органы дыхания на выдохе вы делаете примерно то же самое только в обратную сторону на последнем на финальном этапе вы напрягаете мышцы брюшного пресса и помогаете выжать максимальное количество воздуха из органов дыхания в этом случае полное дыхательное движение то есть цикл вдох возможно небольшая пауза выдох пауза он максимально продолжителен и чем реже вы дышите тем лучше тем меньше степени на вас влияют условия окружающей среды как негативные если вы перемещаетесь ходите в крупном промышленном центре либо в мегаполисе так и внешне кажущиеся позитивные а именно вы перемещаетесь в лесу воином смешанном по лугу перемещаетесь вдоль водоемов в этом случае тоже есть определенные воздействия которые при частом и поверхностном дыхании могут вам навредить поэтому четвертый элемент в системе как правильно дышать во время ходьбы это частота дыхания вы увеличивая глубину естественно уменьшаете частоту дыхания но в случае если вы движетесь слишком активно в данном случае включается еще один фактор о котором вы узнаете прямо сейчас четвертый важный фактор в системе как правильно дышать во время ходьбы скорость движения скорость движения вы определяете самостоятельно учитывая индивидуальные особенности своего организма и ваш уровень здоровья здесь и сейчас и правильная скорость движения во время ходьбы вы вдох делаете через нос а выдох произвольный через нос либо через рот но с учетом тех особенностей которые я раньше сказал в этом видео но если вы по каким-то причинам хотите скорость движения во время ходьбы увеличить вы можете это делать до тех пор пока вдох вы легко делаете через нос если же вдох через нос стал затрудненным и вы вынуждены открыть рот дышать через рот действительно легче но при этом во первых вы воздух хуже очищаете хуже увлажняете хуже согреваете и несущественно вы в великолепных экологических условиях ходите либо вы ужасны ваши органы дыхания в любом случае под серьезной угрозой более того угроза в еще большей степени увеличивается потому как при одышке количество воздуха которое проходит через органы дыхания увеличивается в разы и степень опасности для трахеи для бронхов для легких увеличивается в разы а количество усвоенного при этом кислорода увеличивается на десятки процентов и если вы ходите с той скоростью которую вы хотите в этих условиях вы в свой организм немножечко подставляете вы его проверяете на уровень нездоровья и в случае если количество патогенов в окружающей вас среде будет слишком большой вы здоровый образ жизни будете продолжать уже на больничной койке с разными заболеваниями вот какой пятый важный фактор в системе как правильно дышать при ходьбе вы узнаете прямо сейчас пятый важный фактор в системе как правильно дышать при ходьбе он факультативный иными словами, вы можете его использовать можете или нет я бы рекомендовал всё-таки использовать потому как с его помощью вы можете отрегулировать состояние вегетативной нервной системы от который там зависит будут Harriet от реакции вашего организма на переменные условия окружающей среды физиологическими, либо патологическими. Иными словами, когда вы свой организм ставите лично в какие-то не самые простые для него условия. Погодные, климатические условия, экология. От реакции вашего организма зависит с каким уровнем здоровья вы из этих реакций выйдете. Если погодные условия вам ставят, всем ставят определенные задачи, то если вы на них не реагируете, значит вегетатика у вас хорошая. В принципе, этот фактор можете не учитывать. Если же вы метеочувствительны, либо метеозависимы, то этот фактор вам просто необходим. И для того, чтобы его правильно использовать, вы должны связать дыхание и движение. Иными словами, вдох и выдох вы должны делать под определенное количество шагов. Вы можете делать вдох под три шага, выдох под три шага. Вдох под четыре шага, выдох под четыре шага. Вдох под пять, выдох под пять. В любом случае, в данном случае, это тест для вашей кардиореспираторной системы. То есть системы доставки кислорода работающим мышцам и углекислого газа, как минимум, к дыхательной системе. Если же вы двигаетесь слишком быстро, то, возможно, ваш цикл будет два к двум. И это не лучший вариант. Потому как слишком большая скорость движения наносит уже вред вашему организму. Вне зависимости от того, в каких условиях вы находитесь. Экология хорошая или плохая. Если вы двигаетесь с одышкой, в любом случае, вы получаете вред для своего здоровья. А вот какой еще один очень важный фактор в системе, как правильно дышать при ходьбе, вы узнаете прямо сейчас. Шестой фактор в системе, как правильно дышать при ходьбе, – фактор времени. Иными словами, сколько времени вы можете выделить в ходьбе сегодня? Он самый переменный. Потому как на него влияет как ваш уровень здоровья сегодня, так и переменные погодные условия, условия местности, по которым вы хотите перемещаться. Он в большей степени индивидуален. Но! Седьмой фактор в системе, как правильно дышать при ходьбе, это комбинация всех шести предыдущих. Если вы все делаете правильно, ваш уровень здоровья растет. Если вы делаете что-то неправильно, здесь возможны варианты. Поэтому крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала словами, которые вы только что услышали. А в следующем видео вы узнаете, как себя правильно вести, если кто-то около вас уже начал лечение гриппа, лечение ОРЗ, лечение туберкулеза и других не самых простых инфекций. А вы ему компанию в плане провести лечение вместе с ним. Или параллельно. Не зная источник инфекции. Но зная возможность заболеть. Если вы не хотите заниматься лечением, а вас в большей степени интересует профилактика, в следующем видео вы узнаете, как правильно дышать, чтобы респираторные инфекции вас не очень доставали. До новых встреч на моих каналах! Если вы хотите не пропустить это видео, не забудьте подписаться на мой канал! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова